В КФУ разработали импортозамещающую технологию. Это такие очень специфические вещи, которым нужны запредельные характеристики прочности, и при этом они должны быть легкие. И это в первую очередь композиционные материалы. Лицей Лобачевского погружает в мир науки. Выглядит захватывающе и очень, знаете, ну видно, что историческое здание, здесь стоит какая-то история. В Казанском федеральном университете состоялась встреча министра по делам молодежи Республики Татарстан с представителями студенческих общественных организаций и объединений Казанского федерального университета. В рамках программы участники мероприятия обсудили возможности реализации потенциала студентов в различных сферах науки, спорте, искусстве и добровольчестве, затронули и вопросы, связанные с адаптацией иностранных студентов. Казалось бы, да, есть политика, есть молодежь. Но когда государство озабочено, и когда государство занимается предметно и конкретно со студенчеством, с работающей молодежью, с сельской молодежью, это уже приобретает другие масштабы, другие смыслы, это уже государственная молодежная политика. В химии нельзя просто так взять и заменить одни компоненты на другие, ведь это большой технологический процесс, где каждый элемент зависит друг от друга. Как в условиях санкций ученым Казанского федерального университета удалось найти способ создания композитов из российского сырья, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. Масштабные ограничения деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей обязали российских ученых искать новые пути решения в поиске необходимых материалов для разработок. Так, например, химики остались без важных компонентов для создания композитных материалов. Чтобы получить композитный материал, который нас окружает и за которыми будущее, в первую очередь есть два компонента. Это основной полимер массив и какой-то наполнитель. Чтобы как-то внедрить одно в другое, нужны дополнительные вещества, которые помогают это сделать. Нужно увеличивать такие характеристики, как смачивание, адгезия и так далее. Все это делается с помощью поверхностно-активных веществ. Точно так же, как и у нас на кухне. Просто вещества гораздо более суровые и более точно настроенные. Композитные материалы представляют собой многокомпонентные системы. Их составляющие отличаются по физическим и химическим свойствам. При этом в сочетании друг с другом они создают новый материал или улучшают характеристики одного из них. Как правило, композит обладает набором новых физико-химических характеристик, которые обеспечивают его востребованность в строительстве, автомобильной промышленности, трубной и резервуарной технике и в медицинских технологиях. Это такие очень специфические вещи, которым нужны запредельные характеристики прочности. И при этом они должны быть легкие. И это в первую очередь композиционные материалы. Такой грубый пример композиционного материала. Если вы просто возьмете и отольете стену из бетона, она у вас развалится. Но достаточно в нее вставить арматурины, вот все, пожалуйста, она уже не развалится. Стоит 50 лет, ничего не будет. Вот пример композиционного материала. Ученые Казанского федерального университета подобрали необходимые условия, при которых технологический процесс получения композитных материалов работает полностью на российском сырье. Все это мы делали в рамках работы с компанией «Рекон», которая, в принципе, достаточно известна как производитель композитных материалов, красок, эмалей и прочего. То есть, такой достаточно утилитарный, но нужный проект. В проекте были задействованы студенты, аспиранты и научные сотрудники Казанского федерального университета. В несколько этапов им удалось ответить на вопрос, почему российские аналоги работают не так эффективно, как зарубежные, и в чем их разница. Одним из уникальных методов работы ученых оказалась так называемая ультрамикроскопия. Это анализ траектории наночастиц. Один из главных способов оценки количества визикул, которые продуцируют клетки, а именно как клетки общаются между собой, они берут белок, капсулируют его в визику и выпускают. Комплекс научно-исследовательских работ по подбору условий замены импортных материалов на российские для ученых Казанского федерального университета – вызов. Такая работа с промышленностью позволяет расширить границы химии и выйти на новый уровень практически емких исследований. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет – один из старейших в России. Именно в его стенах когда-то учились и работали выдающиеся ученые и общественные деятели, в том числе Владимир Ленин. О первом бунте и студенчестве великого революционера расскажем далее. Тем, что в Казанском ныне федеральном университете когда-то учился Владимир Ильич Ленин, вряд ли кого-то удивишь. Хотя бы просто потому, что не зная этого факта, можно о нем догадаться. Уже долгие годы высшее учебное заведение носит его имя. История зданий Казанского федерального университета окутана пеленой легенд и местных баек. Какие из них относятся к главному зданию, предлагаю разобраться вместе. Начался Казанский университет с Казанской императорской гимназии. В дальнейшем она была объединена с Тенишевским домом. Длинный коридор в лучших традициях анфилатной системы пролегает через весь корпус. Полностью этот проект реализован был лишь в начале 1820-х годов под руководством архитектора Петра Гавриловича Пятницкого и при содействии выдающегося нашего ректора и ученого Николая Ивановича Лобачевского. Получилось единое длинное здание Казанского университета, главное, которое мы видим и по сей день. Его длина составляет 160 метров, три портика, 12 колонн посередине и по шесть, соответственно, по бокам. Все они ионического ордера. Большая часть истории о главном здании связаны с именем Владимира Ленина. После того, как его брат был казнен за попытку покушения на Александра III, семья подверглась, как это сейчас называют, репрессиям. Поступить в Казанский университет ему удалось не сразу. Став студентом, Владимир Ульянов подписал документ, согласно которому обязался не вступать в запрещенные организации и кружки. Нарушил соглашение он практически сразу же. Вступил в симбирское землячество. Здесь Ленин начинает изучать революционную литературу. Впоследствии принимает участие в студенческой сходке. Вообще год поступления Ленина был связан с массовыми волнениями против новых университетских порядков. Казанские студенты составили петицию. В перечень их требований вошли снижение платы за обучение и отмены студенческой формы. С этой петиции 4 декабря 1887 года они отправляются в актовый, ныне императорский зал. Хотели войти через основные двери, но они были закрыты. Ректор знал об организации сходки, но студенты народ смышленый. Догадались спуститься на первый этаж, пройти по коридору, подняться по другой лестнице и войти через те двери. Они были открыты, ввели на юридический факультет, ведут туда и сейчас. Вбежали сюда, потребовали к себе ректора. Ректор не приходит, приходит инспектор студентов, он следил за их поведением. Его фамилия была Потапов. Они дают ему пощечину, по другим источникам чуть ли не избивают и отправляют его вон. Приходит ректор Кремлев, его фамилия, 4 часа уговаривает студентов успокоиться. В это время университет по периметру оцепляет корпус жандармов, ждут, что начнется вооруженное восстание. Студенты понимают, что уже ничего не добьются, ректор с ними не соглашается. И поэтому демонстративно бросают свои студенческие билеты на стол. Говорят, что они выходят в состав университета, то есть отчисляются. Спустя некоторое время Владимир Ульянов совершал попытки вернуться в ряды казанских студентов. Но, увы, все они оказались безуспешными. Окончил свое обучение он уже в Санкт-Петербурге. Хотя Владимир Ленин и был отчислен из Казанского университета, сейчас он является одним из важнейших его символов. Внутри здания и напротив его входной группы установлены памятники молодому Ульянову. Одно из самых знаковых мест в здании – мемориальная аудитория юридического факультета, а точнее, парта, которая в нем расположена. За ней сидел некогда студент Казанского университета Владимир Ульянов. Чуть поодаль располагается парта Льва Николаевича Толстого. Многие, углубляясь в историю со студенческой сходкой, забывают о том, что в стенах Казанского университета учился и Лев Николаевич Толстой. Со столицы Татарстана его связывает многое. Здесь он раскрыл свой актерский талант. Нигде-нибудь, а в том же императорском зале. С главным зданием связаны и имена многих выдающихся ученых. В годы Великой Отечественной войны оно стало пристанищем для эвакуированных академиков и научных сотрудников из Академии наук, а также порядка 33 учебных учреждений Москвы и Ленинграда. Здесь стоят кровати, огорожены простынями, академики здесь живут. Среди этих академиков были последствия выдающихся ученых, в частности, Ландау, Капица, Курчатов, Виноградов, то есть все такие выдающиеся деятели. Все они жили именно здесь, в зданиях Казанского университета. И, что интересно, эвакуация Академии наук СССР, она повлияла на дальнейшее развитие Казанского университета. В частности, несколько историков, которые были эвакуированы сюда, они заложили основы для кафедры истории, собственно, доисторического факультета нашего университета. Учились и трудились в главном корпусе Казанского университета Николай Иванович Лобачевский, Иван Михайлович Симонов, Карл Федорович Фукс и Александр Михайлович Бутлеров. Сейчас главное здание Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и архитектурным памятником России. Он включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Маргарита Михайлова, Фарид Защитоглы, Александр Кузнецов. Универньюс. 12 апреля в Императорском зале Казанского федерального университета прошел День науки Лицея имени Лобачевского. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Анастасии Беловой. 12 апреля состоялось ежегодное традиционное событие День науки Лицея имени Лобачевского. В этот день учащиеся не только отмечают праздник, но и получают новый интеллектуальный багаж знаний. Мероприятие направлено на расширение кругозора и развитие творческих способностей. Выглядит захватывающе и очень, знаете, ну видно, что историческое здание, здесь стоит какая-то история. И хочется узнать много нового из этого места. Это императорский зал, он очень красивый, я тут уже не раз была и он мне очень нравится. Асфера тут очень такая величественная. Для учащихся лицея Михаил Щелкунов, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, провел лекцию в императорском зале на тему университета основа высшей школы. Спикер рассказал о миссии высших учебных заведений, их истории, роли и значении. Все университеты, какими бы разными они ни были, обведены одним их главным предназначением, которое принято называть миссией университета. Миссия университета отвечает на вопрос, для чего человечество придумало, учредило, утвердило эти социальные институты. День науки в лице Лобачевского проводится с 2013 года. Обучающиеся посещают знаковые и культовые места Казанского университета, знакомятся с учеными и погружаются в мир науки. На этом все, а в студии была Аделина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok